1С Паблишинг 1С Паблишинг «Подрогали!» «За мной!» «Живо!» Я перевела взгляд за спиной ошарашенных студентов и похолодела. Там стояли преподаватели. Ну всё. Мне конец. Теперь меня точно выгонят. «Иен, поговорим потом!» быстро выдохнула я черноглазому парню. «Ну как же!» «Пошёл вон!» процедил сквозь зубы Эш. «Или тебя выкинуть!» «Он уже уходит!» — со злостью развернулась я к Вандерфилду, и уже умоляюще «Ен, пожалуйста!» «Госпожа Адерли, мне вас долго ждать?» — с убийственной вежливостью произнес Аотхен, и я чуть не застонала. Махнув Йену, поплелась за профессором. И чем дальше шла, тем хуже мне становилось. Вся академия была усыпана пеплом, серой сажей, испачкавшей стены, полы и студентов. Зато желтых листов больше не осталось. Ни одного! Но как это вышло? Судя по всему, у преподавателей был тот же вопрос. А Отхен остановился возле уже знакомого мне кабинета ректора, распахнул издевательский дверь. Внутри, помимо самой госпожи Вильвет, уже восседал профессор Пачараиту, учитель хронологии и несколько незнакомых мне мужчин. Со стен осуждающе смотрели зачарованные портреты великих заклинателей. Я робко вошла. Следом нагло ввалился Вандерфилд и вскинул подбородок, с вызовом глянув на Аделию и Вильвет. «Я должен сделать заявление», — быстро сказал он. Все с удивлением посмотрели на парня. «Внимательно слушаем», — ехидно улыбнулся А Отхен. Он так и не сел, а стал состоять посреди кабинета, заложив руки за спину и свысока поглядывая на присутствующих. «Это я сжег бумагу и завалил ВСА сажей». Я моргнула, не веря своим ушам. Уставилась на белобрысого гада, ничего не понимая. «Он меня прикрывает? Зачем?» — профессор разрушения хмыкнул. «Вы? Ну надо же! И как же вы это сделали, Эш? Насколько я видел, листы вспыхнули одновременно во всей Академии. Огонь не причинил студентам вреда, но вот сажа их изрядно испачкала». При этих словах я незаметно выдохнула, так как боялась думать о последствиях учиненного беспорядка. «То есть вы произвели одномоментное изменение всех газетных листков, не прикасаясь к ним? И даже не видя? Изумительный пример вредительства, за который следует немедленно исключить вас из ВСА. Вот только есть одна загвоздка. Ни я, ни уважаемый совет не знаем, как подобное можно сотворить. Вы владеете неизвестными заклинаниями, Эш? Тогда повторите, и я подумаю, стоит ли оставлять вас в Академии». Аотхен насмешливо протянул Вандерфилду лист бумаги. «Ну, мы ждем». Эш сложил руки на груди, в упор глядя на Аотхена. Пауза затягивалась. «Он этого не делал», — тихо произнесла я. Госпожа Вельвет вздохнула. Вандерфилд глянул на меня с досадой, словно говоря «не лезь», но за свои действия я привыкла отвечать. «Это сделала я». «Молчи», — сипло приказал Эш. «Ты не могла такое совершить. У тебя ни потенциала, ни знаний». «И все же это была я. Только не знаю, как это вышло. Я не хотела. Честное слово, я просто ужасно разозлилась на эти жуткие сплетни обо мне и Йене». «Тина?» Аделия тяжело встала со своего кресла и, обойдя стол, остановилась напротив меня. Теперь они с Аотхеном возвышались над нами с Эшем. «Тина, ты произносила заклинания? Какие? Или тебе лишь кажется, что ты причастна?» «Нет, госпожа ректор», — растерялась я. «Я не знаю таких заклинаний, но я хотела, чтобы листки сгорели, и это случилось». «Хотела?» — взорвался Аотхен. Его окрик прозвучал так неожиданно, что я подпрыгнула. Раньше профессор никогда не повышал голоса. «Адерли, вы хорошо слушали учителя по материализации? Мысленный приказ возможен лишь на один конкретный объект, и то у заклинателей черного сектора. Какой у вас уровень?» «Желтый», — пролепетала я. Ну, по крайней мере, был желтый, когда я измеряла свой потенциал последний раз. «Желтый», — с издевательской насмешкой повторила Аотхен. «Однако у нас учатся студенты с потрясающим самомнением. Вы слышали? Один утверждает, что владеет неизвестными приемами и заклинаниями. Вторая, что листы горят лишь по ее желанию». Совет преподавателей дружно усмехнулся, а я поперхнулась от обиды. «Да ничего я не утверждаю! Я просто...» Эш незаметно ткнул меня локтем, и я закрыла рот, возмущенно повернувшись к парню. Но он на меня не смотрел, лишь на Аотхена, напряженно и внимательно. И я притихла, размышляя. «Почему профессор разрушения так стремится выставить нас с Сэшем дураками? Не похоже на него». Между тем подал голос незнакомый мне старик в серой мантии. «Однако преступление совершено, профессор, и мы обязаны найти виновных. Случай и правда непонятный». Но я видел все своими глазами. Листы вспыхнули, как спички. И девушка выглядела при этом так странно. «Хм... Кстати, стоит найти и тех, кто разбросал бумагу. Это просто недопустимо. Превратили почтенное заведение в какой-то балаган. Возмутительно. Я требую найти вредителей и исключить всех». «Мы обязательно разберемся, господин Миллиоурс», — успокоила его ректор. «Думаю, стоит обратиться к дознавателям», — негромко произнесла видная темноволосая женщина. Кажется, она читает лекции по заклинательному праву. «Вы хотите наводнить Академию законниками, Клариса?» — ужаснулся учитель Чараита. Женщина задумалась и сникла. «Мы разберемся своими силами», — властно оборвала госпожа Вельвет, и многие облегченно вздохнули. «Но возгорание! Но беспредел! Мы найдем виновных, господа! Но девушка призналась!» «В чем?» — досадливо поморщился Аотхен. «Что силой мысли подожгла бумагу на всех этажах ВСА? Вы верите, что это возможно, уважаемый господин Миллиоурс?» «Нет, но... Но я видел ее. Хм... Должен признать, что это и правда странно». «Похоже, бумагу пропитали зачарованным составом, который вспыхнул в один момент», — твердо произнесла госпожа Аделия. «Студенты способны и не на такие шутки. Уж нам ли не знать? И я обещаю, что мы найдем и накажем виновных. Господин Аотхен возьмет это под свой личный контроль, не так ли?» Разрушитель окинул меня и Вандерфилда тяжелым взглядом. «Несомненно», — усмехнулся он. «Завтра я уезжаю на заседание ученого совета в Энсенбург. На время моего отсутствия господин Аотхен назначается моим заместителем». Профессора согласно кивнули. Похоже, это было не в новинку. «Не смею больше вас задерживать, господа». Профессора потянулись к двери, ректор вышла следом. А мы с Эшем остались, повинуясь мрачному взгляду Аотхена. И когда створка закрылась, разрушитель опустился в кресло?» На этом книжка подошла к концу. Это был знакомительный отрывок. Полную версию книги вы можете скачать или прослушать онлайн, перейдя по ссылке в описании под видео. Достаточно зарегистрироваться и вуаля, книжка у вас. И помните, авторы, декламаторы, редакторы тоже люди, они тоже хотят кушать. И на добровольных началах, к сожалению, в наше нелегкое время работать фактически нереально, особенно качественно. Поэтому, ребята, поддержите как минимум автора и декламатора, купив лицензионную книгу.